С вашего позволения я проведу рассказ свой по-русски, буду говорить по-русски, не потому что азербайджанским не владею, а потому что мы с Османом долгие годы работали вместе именно в русскоязычной газете. И мне кажется, что будет лучше, если я вспомню кое-какие моменты из его журналистской биографии, связанные именно с газетой «Молодежь Азербайджана» и с газетой «Вышка». Но прежде чем вспомнить вот эти моменты, я хочу вспомнить свою поездку на космодром Байконур. Это было несколько лет назад. И встречу там с генералом Керемовым. Мы встретились у самой стартовой площадки. Утро в день старта, в день запуска. И первое, что он у меня спросил, вы из какой газеты? Я говорю, из бакинского рабочего. Я тогда работал там. А, из Баку? Я говорю, да. Значит, вы знаете Османа Мерзоева? Я говорю, вы знаете, генерал, не просто знаю, смею высказаться так, мы с ним даже друзья. Большой ему привет и напомните ему, как мы с ним вместе пели. Я, конечно, напомнил Осману об этом. Вы помните этот кадр, когда была большая телепередача, посвященная славному нашему генералу Кериму Керимову. Когда Осман заставил, образно говоря, вспомнить его песню. Он очень любил журналистику. Вот, даже работая в аппарате президентском, он оставался журналистом. И при всех наших встречах, при всех наших телефонных общениях всегда было, как дела в газете. А почему у тебя такой заголовок, а не такой? А почему у тебя такая концовка? То есть человек жил журналистикой, жил газетой. И вот в этой связи один эпизод, один из первых наших больших журналистских праздников, который проводился в Чар-Чарже. Встретились мы там хорошие, такой майский день был с семьей, и он, и я. И я говорю, газамю саму инаргадешну олов, и байраммуздадара. Но это было так искренне сказано, от души, что действительно вот праздник такой вот. Не красный день календаря, как принято было, просто профессиональный праздник, и человек жил этой профессиональностью. Когда работал в Вышке, мы с ним неоднократно сталкивались. Я помню, я был на Олимпиаде в Москве, и тогда Вышка, в которой работал Осман, попросила меня для них тоже передавать репортажи. И вот, не говори, что эти две недели, проведенные в Москве, мы с ним каждый день общались. Но время от времени или я ему звонил из Москвы, или он мне звонил в Москву. То есть он все время держал руку на пульсе тех направлений, которые курировал в газете, и направлял из подваль не только молодых журналистов, которые вчера или позавчера пришли в газету и работали под его началом, но и нас, извините меня за резкое слово ветеранов, помогал нам и словом, и делом, и советом, и поддержкой, и шуткой. И, вы знаете, когда Османа не стала, я слышал это сообщение по телевизору. Я не поверил, не поверил этому сообщению, не поверил тем словам, которые услышал. Но такова была жестокая действительность, такова была страшная реальность. Смучая несколько дней, утром, идя на работу, в вестибюле издательства нашего я увидел столик, и на нем помеченную траурным муаром книгу памяти. Я что-то написал там, вот что не помню, и никогда не вспомнил. Но это было, поверьте, сердцем написанное.